Эта тема тоже имеет отношение к герменевтике, к экзогетике больше, но мы не можем ее обойти стороной. Потому что без знания элементов определенных для лучшего понимания Библии мы не сможем подготовить хорошую проповедь. Вот те, кто были на курсе библейской псалмы, мы этой темы касались. Но придется нам ее еще раз повторить, чтобы у нас был такой связанный материал полноценный и по данному курсу, по курсу гамелетики. Эту тему мы называем так. Элементы духовно-инесказательного языка Библии. Помните, в первый день занятия мы с вами упоминали Августина Блаженного, который до своего обращения пытался читать Библию, но не понимал ее смысла. И какое-то даже чувство отторжения у него возникало внутреннее по отношению к библейским рассказам. Потом встреча с Амвросием. Амвросий помог ему в понимании Библии. Каким образом? Он смог объяснить Августину, что Библия имеет не только буквальный смысл, но и аллегорический, духовно-инесказательный. Не зная основ вот этого языка Библии, иносказательного. Мы не можем раскрывать истины во всей полноте. Большинство книг Священного Писания, как мы с вами понимаем и чувствуем, написаны языком художественным, языком поэтическим. Можно сказать, что вся Библия – это великая, священная, духовная поэма. О Боге, о Его деяниях, о Его промысле, о Его планах. Много-много книг в Библии и отрывков, малых и больших, написанных языком поэтическим иносказательным. Вот сейчас мы с вами кратенько познакомимся с элементами этого языка. Первое. Сравнение. Сравнение – это сближение разных предметов с похожими свойствами. Сближение или сопоставление разных предметов с похожими свойствами. Там, где есть сравнение, часто встречаются такие союзы. Будто, подобно, как. Может быть, кто-то из вас приведет пример, где вот эти союзы встречаются. Как, будто, словно, подобно. Праведник цветет как пальма. Простое сравнение. Жизнь праведника сравнивается с цветущей пальмой. Как дерево, посаженное при потоках. Да, вот этот союз как сравнение. Значит, второе. Метафора. Метафора. Метафора – это более сложное сравнение. Определение метафоры. Перенесение свойств одного предмета на другой. Можно сказать, что метафора – это скрытое сравнение. Неявное, как в первом случае, где союз присутствует. Будто, как, словно, подобно. Там, где метафора, данных союзов может и не быть. Пример метафора. Вы – соль земли. Я есмь истинная виноградная лоза. Вы – ветви. А вы – ветви. Я есмь хлеб живый. Облекитесь во всеоружие Божие. Наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей. В советское время проповедники боялись читать этот текст принародно, прилюдно. Вдруг донесение напишут, что верующие призывают бороться против начальств, против властей. Контраст. Третий, да? Да, третий. Контраст. Контраст еще каким словом обозначается? Кто подскажет? Яркость. Яркость присутствует. Каким еще другим словом можно назвать контрастной ситуацией? Контраст или противопоставление. Противоположность. Сопоставление предметов. С разными свойствами. Примеры контраста. Бог гордым противится. Кто продолжит? А смиренным дает благодать. А смиренным дает благодать. Гордые, смиренные. Два противоположных состояния. Олицетворение. Это особый вид метафоры. Это тоже метафора, но особая. Когда черты живого существа переносятся на неодушевленные предметы. Черты личности или черты живого существа переносятся на неодушевленные предметы. Много таких стихов в Библии. Море увидело и побежало. И ордат успеть. Да. Если они умолкнут, камни возопеют. Небеса проповедуют славу Божию. О делах рук его вещает твердь. Это примеры олицетворения. Предметы вроде бы неодушевленные, но они как живые существа предстают. Гипербола. Гипербола это преувеличение. Сознательное преувеличение. Оно используется для того, чтобы подчеркнуть какую-то мысль. Выделить ее. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Лучше кусок хлеба, но при этом мир, чем дом полный богатства. А в славянском я читал такую мысль. Лучше жить со змеями-скорпионами, чем со сварливой бабою. Это старославянский текст? Да, да, да. Со змеями-скорпионами, да? Да. Здесь гипербола. Очень мощное. Преувеличенное. Непомерно. Ирония. И-ро-ни-я. Ирония это скрытое сожаление. О неверных поступках. Сожаление о наличии узкого мышления. Когда Христос обличал фарисеев за их мелочные правила, постановления. Какое он сделал ироничное замечание по поводу почитания субботы, например. Там есть элемент иронии. Если у вас волну упадет, или осел в колорис, не будете ли вы его вытаскивать в субботу? А этот сын нуждающийся. В речах пророков есть такое выражение. Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Языки ли есть такие? Да, Иеремия. Иеремия. 31, 29. Парадокс. Парадокс это изречение. Изречение с противоречивой мыслью на первый взгляд. Парадокс это кажущиеся противоречия. Кажущиеся противоречия. В словах Христа, в Евангелиях, в пророческих писаниях много вот таких парадоксальных изречений. Ну, например, Христос говорит. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Это парадоксальное заявление, парадоксальное утверждение. Вообще, во многом учение Христа, Евангелие строится на парадоксах. Вот с чем связаны бесконечные споры. Между верующими и неверующими. Бесконечное разделение на группы, на направления. Одна из причин этого – неправильное понимание парадоксальных утверждений. Крайность или в одну сторону, или в другую. То есть, человек не чувствует смысла, значения парадокса. Вот эти парадоксы иногда называют еще такими философскими терминами. Диалектика, например. Диалектика. Это даже, по-моему, в учении марксизма. Кто учился в советских школах, везде на всех уровнях, там преподавали основы научного коммунизма, обществоведние. И там был такой раздел под названием «Источники марксизма». И один из источников назывался так. «Единство и борьба противоположностей». Или «Диалектика». «Диалектический материализм». «Единство и борьба противоположностей». Но вот это «Единство и борьба противоположностей» в Библии тоже присутствует. Даже вот в всех доктринах, которые тоже вызывают споры и разделение. Там доктрина спасения, например. Вечное спасение, можно потерять спасение, нельзя потерять спасение. Избрание. – Предизбрание. – Да, предизбрание, значение добрых дел. Вот эти истины, они тоже даны нам в Новом Завете в таком диалектическом ракурсе, в диалектическом развитии. Возьмем, например, учение о Троице. Бог един и в то же время в трех лицах. На первый взгляд противоречие. Как единица может равняться трем? И три могут равняться единице. Христос – Бог, и Христос – человек. Божественная природа и человеческая в личности Христа сочетается. Он – Бог и человек. Тоже вроде бы два противоречивых состояния. Человеческая природа, божественная. Но они вместе присутствуют. Там как спасается человек? По вере или по делам? Читаем послание Павла. Павел говорит, верою не от дел благодати Божией. Открываем послание Иакова. Вера без дела мертва. Да, вера без дела мертва. Авраам там оправдался делами. Когда вот сделал то-то, принес то-то самое. Тоже вроде бы противоречие некое. У Иакова одно учение, у Павла другое. Но если попытаться проникнуть глубже, на более глубоком уровне нет противоречия. А есть дополнение. Одно дополняет другое. И когда Павел говорит о том, что спасение не от дел, он не выступает против добрых дел. Он больше акцент делает на делах закона, на правилах, на постановлениях, на традициях фарисейских, книжнических и так далее. Но он говорит о вере, действующей любовью. Что вера, если она не сопровождается делами, можно ли назвать такую веру спасительной верой? Вера, не сопровождаемая делами, не спасает. И дела без веры тоже не спасают. Это как две стороны ножницы. Или два весла у лодки. Одно от другого оторвать нельзя. Одно вытекает из другого. А на первый взгляд, вроде бы, некий парадокс, некое противоречие. Вот почему формируются конфессии, которые или только о добрых делах говорят, о заслугах человеческих. Или тоже выражение, помните, когда Павел говорил, кто во Христе, тот свободен от закона. Смысл такой, что... Значит, что, не надо закон выполнять? Да. Что ж, полностью надо пренебрегать закон? Нет, нет, конечно. Ну, сказал я, что он не нарушит закон, а исполнись. Да, исполнил. Вот в посланиях Павла, в особенности, много таких вот парадоксов диалектического развития мысли. И даже, по-моему, Петр об этом сказал, что некоторые в посланиях Павла видят нечто неудобовразумительное. Неудобовразумительное. Потому что Павел среди апостолов был, как мы знаем, наиболее таким тонченным, да, богословом, искушенным во многих вопросах, образованным человеком. И потому в его посланиях много некоторых даже наукообразия, научные слова, такие как приращение, там... Изощренность. Да, изощренность некая. Полнота. Мы сегодня говорили, что это из обиход греческой философии. Для того, чтобы понимать данное послание, надо иметь определенный уровень подготовки тоже, чтобы не заваливаться в ту или в иной крайность. Прообраз. Прообраз – это событие, которое указывает на будущие времена. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Мы часто говорим о прообразах Ветхого Завета. Кто может привести пример какого-либо прообраза Ветхозаветнего, который исполнился или предуказывал на события новозаветных времен? Ну, пророк Исаак. Ну, а этот, агнец Божий. Агнец, да, пасхальный агнец. Это прообраз Христа. Прообраз Христа даже змей вот сказал. Медный змей в пустыне тоже. Кто смотрел и исцелялся. Сам Христос говорит, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено и Сыну Человеческому. Сыну Человеческому. И Ковчег, Спасение. И все там, вся Библия, весь Ветхий Завет, это все о Христе. Даже взять в состоянии этого Скини, Скини, это все там, все, все, если вот можно разбираться, вот досконально, все оговорится о Христе. Спасение в Христе. Да. Исследуйте Писание, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о Мне. Все Писание, свидетельство о Господе Христе, об Его приходит. Тропинка ко Христу. Через пророчества словесные, через прообразы. Символ. Символ. Это тоже элемент духовно-эносказательного языка. Что такое символ? Это особый знак или сигнал. Особый знак или сигнал, говорящий о судьбе отдельных лиц или народов. В Верхнем Совете тоже очень много символов в пророческих книгах. И символических действий тоже. Пророк Исайя, например, ходил ногой и босой. Это не просто ради там ипотажа он ходил таким образом. А это было символическое действие. Предсказание о судьбе, которая постигнет Израиль, если он вступит в союз с Египтом. Со Сирией. А пророк Иеремий какие символические знаки применял, когда проповедовал, когда обращался к народу. А что он еще на себя надевал? Ермо надевал. На шею. На шею носил ермо. А вот так же в этом. Узы ермо. В этом. Но это, помните, лжепророки, когда он сделал рога и говорит, вот так, как этими рогами ты забодаешь, мол, Вавилон. Помните, это как Ахау, Ахау предсказал. Да, это тоже. Лжепророк. Символически. Потом Яхей пришел, а говорит, говорит, нет, это все ложь. А когда Павел собирался идти в Иерусалим, пришел пророк. А, подпоясывался. Подпоясывался. Да. Тоже был знак такой. Так будет, говорит, связан тот, кто... Да. Когда Христос говорил о своем пришествии, на какие символы в природе он указывал? Помертвец, солнце, луна, звезды. Поколеблется. А вот связанный с деревьями символ. Смоковницей. А, засохнет. Да, и не даст плода. Когда листья сделаются. Смотреть на дна листья смоковницы. Да. Когда они изменятся. Вот этот символический смысл может заключаться даже в некоторых библейских образах, в личностях. Например, Марфа и Мария. Две женщины, две сестры. Семейство Лазаря. Характер Марфы, характер Марии. Когда мы устраиваем какие-то общения, кухня там работает, как мы обычно называем сестер, которые... Марфа-Марфа. Марфа, да. Которая суетит страна кухни. переносим на них. Но без Марф тоже плохо. Да, без Марф тоже невозможно. Но здесь тоже присутствует некий такой обобщающий символ. Марфа – это символ практического христианства, символ практического служения, а Мария – это символ молитвенного предстояния пред Богом, символ духовного созерцания. Некоторые богословы считают, что, мол, западное христианство – это христианство Марфы, а христианство восточное – это христианство Марии. Длинные богослужения, молитвенные бдения, склонность к чтению Священного Писания, к размышлению – это больше вот свойственно было восточным христианам. Такой вот менталитет такой тип духовности развивался на Востоке. Духовность Марии и духовность Марфы – это миссия, благотворительность, дела милосердия. Это не значит, что западные христиане игнорируют молитву, богослужение. Нет. А речь идет о том, что доминирует, что превалирует, на чем больше акцент делают. Марфа, Мария – два направления. аллегория. Аллегория в переводе с греческого означает иносказание. Такой прямой перевод буквально с греческого. Но если дать определение того, что есть аллегория, это запечатление духовной истины, запечатление духовной истины в предметном видимом образе. А где чаще всего мы с вами встречаемся с аллегориями? Когда Христос говорит как? Притчами. Притчами. Да. Вот притчи – это самый наглядный пример того, что есть аллегория иносказание. Пример взятый из жизни повседневной домхозяйка, который подметает, готовит тесто, заквашивает его предметный видимый образ ситуации жизненная. Сеятель, который сеет, пшеница, плевелы, рыба, сети. Говоря об этом, Христос возводит ум и сердце к небесным истинам, к горнему миру. Используя земные примеры, указывает на царство небесное. Есть у нас еще пример аллегории вне библейской. Вы, наверное, знаете предание. Нет, не предание, а вот вторая настольная книга после Библии у гиваневских верующих. Знаю. Как она называется? Путешествие Пилигрима. Да, Путешествие Пилигрима в небесную страну. Буньян. Да, это аллегорическое, художественное, иносказательное произведение. Я помню, как вот наши бабушки держали в своих сундучках и Библию, и Джона Буньяна Путешествие Пилигрима в небесную страну. Давали ее читать нам обращенным и при этом давали интересный комментарий, почти научный. Прочитай вот эту книгу, но когда будешь читать, помни, что книга это легорическая. Легорическая. книга это легорическая. Не забывай об этом. Легорическая книга. Бабушки наши были лучшими студентами в то время. Тетради с собой носили на богослужении, там пробоведи записывали. Если бы не было таких бабушек, то не сохранилось бы, например, наследие воин Есенецкого, архиепископа Луки, что он проповедовал в храмах устно, а там были стенографистки, бабушки, они учителями работали в школе, ходили в храм и записывали его проповеди. А теперь вот целые сборники проповедей выходят благодаря труду таких бабушек усердных, ревностных. А вот, пожалуй, по данной теме все. Поехали. Продолжение следует...